Девчонки 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 спрашивает у юбиляра, как вам удалось прожить с женой столько лет, и вы при этом прекрасно выглядите? А юбиляр говорит, а мы сразу договорились. Как только она начинает скандалить, я тут же ухожу из дома. Вот так 50 лет провел на свежем воздухе. Главное найти зацепку. Например, ты ему говоришь, «Ох, я весь день кручусь, как дура в колесе». Говорит, не дура, а белка. Да? У белки шуба есть, а я дура. Коля, ты не забыл, что завтра ровно 15 лет, как мы с тобой поженились? Нет, Катя, не забыл. Но я тебе это уже простил. Коля, меня беспокоит высокий уровень холестерина в твоей крови. А тебе-то что? Как ты что? Я же ее пью. Но учтите, что некоторые скандалы могут привести к криминалу. Спальня. Час ночи. Жена говорит, «Миша, давай с тобой поиграем в ролевые игры, а? Как будто я девушка по вызову. Ты меня вызвал? Я вот пришла, стою». Он говорит, «Наташа, а можно сначала на всех посмотреть?» Скандал. Или вот, пьяный муж подобрал на улице кота, пришел домой, дверь открывает жена. Муж говорит, «Смотри, это обезьяна из джунглей». Жена говорит, «Какая-то обезьяна, это же кот». Муж говорит, «Не мешай, я с котом разговариваю». А вот, муж говорит жене, «Слушай, после свадьбы теща обещала подарить мне Порш Каэн». Жена говорит, «Да ты не понял, борщ и хрен». Или вот, дочка звонит маме, плачет, говорит, «Мама, мамочка, мамуленька, ну ты представляешь, всего две недели после свадьбы прошло, а муж хочет секса с двумя женщинами». Мама говорит, «Не волнуйся, доча, скажи, я сейчас подъезжаю». А вот, пьяная жена пришла вечером домой. Муж ей перед носом машет будильником и кричит, «Где ты была? Где ты была?» Она говорит, «Не ори, а то в следующий раз календарем махать будешь». Он так заорет, «Что ты сказала?» Она ему так резко, «А теперь стих!» Она обалдела, говорит, «Какой стих?» Она говорит, «Стих — это глагол, сел и стих, придурок». Тысячи ученых годами ломают голову и никак не могут понять, почему мужу изменяет жена. Все очень просто. Рассказываю. Жена изменяет мужу всего лишь в трех случаях. В трех. А. Если он плохой. Б. Если он хороший. В. Если он не то, не сё. Всё. А детский вопрос. Чем не повод для скандала? Ты кого привел из детского садика, а? Как ты кого? Доченька наша уже подросла, оформилась, песенки поёт, весёлая такая. Козёл, разуй глаза, ты же привёл домой пьяную воспитательницу. А. Ой, ты знаешь, как-то говорю ему, «Дорогой, мне кажется, я тебе послана судьбой. Думала, после этих слов он на колени встанет, руки мне целовать начнёт». Он говорит, «Мне тоже так кажется, только вот я не знаю, за какие грехи». Я говорю, «Что ты сказал?» Он говорит, «Не кипятись, остынь». Я говорю, «Ах, остынь, ты ещё моей смерти хочешь, да?» И понеслось. Я столько лет о тебе заботилась, когда ты чуть не умер, я тебе суп варила. Он говорит, «Ты ничего не путаешь? Ты сначала мне суп сварила, потом я чуть не умер». Я говорю, «А, значит, я плохо готовлю». Он говорит, «Ну, не могу сказать, что хуже всех, но когда я на тебе женился, я думал, ты будешь готовить, как моя мама, а ты пьёшь, как твой папа». А вот два мужика встречаются, один другому говорит, «Слушай, ну я прям не знаю, ну я не знаю, что делать, ну моя прям скандалит целый день. Вот день за днём, а что такое? Вот что такое? Вот как только я приду пьяной, она сразу меня скалкой бьёт, по башке». Он говорит, «Слушай, а ты на голову, кастрюль надень и всё». Через день встречаются, он говорит, «Ну что, попробовал?» Он говорит, «Ага, ты знаешь, так классно, она в этой кастрюле вообще ничего не видит». без скандала, дорогие девочки, скука смертная. А тут наорёшься, посуду поколочишь, разрядка. Он мне во время скандала говорит, «Слушай, может тебе съездить куда-нибудь, а?» Я говорю, «Куда?» «За границу?» Он говорит, «Не, в ухо». Ну и тут же сразу получил, куда назвал. Я считаю, что замечательный повод для скандала – ревность. Вот он сидит, уткнувшись в телек, а там какая-то певица поёт дурным голосом. Ты ему говоришь, «Чё ты уставился на эту вешалку, а? У тебя с ней что-то было?» Галя, разуй глаза, что у меня могло быть с Сергеем Зверевым? Вот говорят, что главное – это погода в доме. Вот почувствовала, что муж стал смотреть налево, тут же затевай скандал. А если нет никакого повода, тем более закатывай. Прямо садитесь друг напротив друга. И говорят, «Ты чё на меня уставил?» Он говорит, «Ничего, смотрю и всё». Нет, не всё. Ты меня со своей любовницей сравниваешь, да? Он говорит, «С какой любовницей?» «С какой?» «С той самой» дальше гениальной фразой, «Которая мне вчера приснилась». Или вот, четыре часа утра, спальня. Муж спит, жена не может уснуть. А он храпит, а она ворочается, ворочается. Потом говорит, «Коля, Коль». Он говорит, «Ах». Он говорит, «Коля, скажи, что ты любишь меня больше жизни». Он говорит, «Ага». «Коля, скажи, что любишь меня больше жизни». Он говорит, «Хорошо, люблю тебя больше жизни». «Без хорошо». «Просто скажи, что любишь меня больше жизни». Он говорит, «Да, люблю тебя больше жизни». «Врёшь?» «Не вру». «С тех пор, как я на тебе женился, я эту жизнь терпеть не могу». Потом говорит, «От несправедливость, а! Одному Галкину повезло. Его жена никогда не скажет, что он её молодость сгубил». «Вот говорят, что брак держится на терпении глупости. Брак держится на нетерпении. когда не терпится увидеть, обнять, накормить, поругаться, быстренько бежать в спальню мириться. Брак держится на любви, как и всё в этом мире. Да, иногда хочется дать сковородкой по башке, но любя. «От несправедливость, но любя. Благодарю!